Здравствуйте, дорогие леди Мэри Кэй! Мы продолжаем наши видео встречи. Вы уже наслаждаетесь своими ресницами и веерами или только начали их отращивать? Продолжайте ухаживать за ними каждый вечер. До конца августа у вас есть возможность воспользоваться специальным предложением «Сияние глаз» и получить в подарок блеск для губ 2 в 1 «Искристый песок». О том, как правильно пользоваться жирительной сывороткой и праймером для ресниц, я рассказывала в своем предыдущем видео. Сразу же после съемки предыдущего видео мы с любимым супругом отправились в Хорватию. И я по традиции зашла в Дьюти Фри в аэропорту. Я обожаю там делать макияж и поэтому прихожу всегда туда с чистым лицом. Жалко, что там нельзя снимать видео. Как много женщин покупают косметику в Дьюти Фри и пробуют ее на руке. Для меня это все равно, что примерить туфли на голову. И поэтому сегодня мы будем продолжать пробовать наши косметические средства на тех участках лица, для которых они предназначены. И наши эксперименты сегодня со спецпредложениями бланка заказа августа. Я люблю наши спецпредложения, потому что они продуманы и созданы косметологами и визажистами. Это не просто набор какой-то продукции, которую нужно побыстрее продать в связи с заканчивающимся сроком годности. Всю неделю в голове у меня вертелись строчки. Тушь и помада. Что женщине еще для счастья надо? Согласитесь, каждая женщина чувствует себя счастливой, когда у нее есть качественная помада и тушь. Но чтобы они действительно радовали нас, не просто находясь у нас в косметичке, а будучи на нашем лице, нам нужно знать, как правильно ими пользоваться и как правильно их подобрать. И еще, как говорила Мэри Кэй Эш, никакая декоративная косметика не вскроет постаревшую кожу. Поэтому для счастья нам нужны молодая кожа, молодые ресницы и молодые губы. Начнем с кожи в августе. Летом мы загораем, кожа блестит, а кондиционеры и солнце ее сушат. И поэтому многие женщины отказываются от применения увлажняющих и питательных кремов. Поэтому я хочу поделиться с вами своим секретом ухода за лицом в летний период. До конца августа вы можете приобрести увлажняющую маску гель и питательную сыворотку с витамином С в специальном предложении уход за лицом и получить в подарок маску для губ. Особое внимание я уделяю тщательному очищению кожи утром и вечером. Для этого я использую очищение Botanical Effect для сухой и нормальной кожи. Оно очень нежно и мягко удаляет косметику из-за грязнения с моего лица. Мне нравится его состав. Здесь есть силимарин, расторопша, известная своей уникальной способностью впитывать токсины, лод луханго, который заставляет клетки омолаживаться. Я никогда не умываюсь мылом, потому что оно содержит щелочь и способно вызвать раковые заболевания. Смываю Botanical обычной водой с помощью губки или косметического спонжа. Это дает мне возможность удалить косметику и остатки очищающего средства более тщательно. Два раза в неделю я делаю маску для губ моряки. Она помогает снять сухие мертвые клетки с поверхности губ, усилить кровообращение, питать все, что нужно, чтобы мои губы были притягательным центром вселенной на лице. Они превратились в забор из чистокола морщинок, за которым будет прятаться утерянная красота. Маска содержит мельчайшие гранулы для нежного удаления мертвых клеток, поэтому наносите ее легкими массирующими круговыми движениями. Также она имеет в своем составе витамины А и С, экстракт зеленого чая. Через 5 минут смывайте маску теплой водичкой. Вторым этапом у меня идет очищающий тоник для лица Таймбайз. Я беру его потому, что в нем помимо очищающих экстрактов миртой чечевицы, есть геларонат натрия, который создаст увлажняющую вуаль на коже. Я смачиваю тоником ватный тампон и протираю им лицо, шею и декольте по массажным линиям. Периодически я смотрю на спонж и для меня важно, чтобы он оставался всегда чистым. Пока еще моя кожа влажная от тоника, я спешу нанести тонким-тонким слоем маску гель Таймбайз. Обычно маску гель мы наносим 2 раза в неделю, как маску на 10-15 минут, либо тонким слоем на ночь. Но для летнего ухода я выбираю маску гель на день из-за ее состава и свойств. Ягода Асайи – это комплекс всех известных человечеству витаминов и антиоксидантов, плюс гиалуроновая кислота, которая притянет к моей коже всю влагу, которая есть вокруг меня. Как вы знаете, многие косметологи сегодня предлагают мезоуколы и биоревитализацию на основе гиалуронки, а я с удовольствием делаю это каждый день поверх моей кожи. Завершаю утренний уход за кожей питательной сывороткой Таймбайз с витамином С. Талантливый повар создал этот витаминный фреш-коктейль из слива кокаду, плодов каму-каму, барбадусской вишни, черной смородины, граната и семян органий. Абсолютно органический продукт в вакуумной упаковке. Она сохраняет все живительные свойства растений. Сыворотка делает мою кожу более эластичной. Вечером вместо маски гель я использую ночной восстанавливающий комплекс, а на губы всегда наношу бальзам для губ. Сейчас вы видите на моем лице только средства утреннего ухода. Я работаю без фотошопа. Но для того, чтобы выходить на улицу и сделать макияж, я нанесу сейчас тональную основу. Она защитит мою кожу от вредного воздействия окружающей среды и будет прекрасной основой под макияж. Кроме того, всем известен факт, что ровный однородный цвет лица является признаком молодой и здоровой кожи. И достичь этого эффекта можно, используя праймер и качественную тональную основу. Мы сейчас это и сделаем. Праймер Мэри Кэй имеет солнцезащитный фактор. Он прозрачный по цвету, что немаловажно. И наносить его нужно очень небольшое количество. Тонкий-тонкий слой. Благодаря своей шелковистой структуре, он заполняет поры и мелкие морщинки и делает рельеф кожи гладким и ровным. Я хочу предложить вам эксперимент с оценкой качества тональной основы. Я предлагаю попробовать вместе со мной сегодня тональную основу Мэри Кэй для комбинированной жирной кожи цвет БЕС-6. Тональную основу Диор Каптюр Тоталь цвет 0,30. И тональную основу Ланком Макью Мат, матирующую, цвет 0,3. Для начала я сделаю тест из полосок на скуле. Итак, первая полосочка это Мэри Кэй. Следующую полосочку я делаю Каптюр Тоталь Диор. И вверху я нанесу Ланком Макью Мат. Что-то цвет такой прозрачный, что мне нужно добавить. Всё равно прозрачный. Нужно подождать 2-3 минуты, пока защита впитается в вашу кожу. Потому что она прореагирует с вашим естественным кислотно-щелочным балансом кожи и изменит цвет. Именно поэтому важно подбирать тональную основу, пробуя её на скуле. Подождём пару минут и посмотрим, что у нас получится. Прошло 2 минуты и мы можем теперь оценить качество и цвет тональной основы. Первое, что я хочу сказать, вы видите, что полосочка Макью Мат практически впиталась и стала незаметной. Я её растушую, потому что это очень-очень большой слой на самом деле. Но когда я растушую, вы видите, что покрывающей или маскирующей способности у тональной основы практически нет. Поэтому я сразу её убираю. Она мне не подходит. Она не уберёт 5-7 лет с поверхности моей кожи. Следующий Диор. Он потемнел. Он стал значительно более тёмным, чем есть. Но если растушевать, то обратно возвращается такой более светлый слой. И маскирующая способность у него достаточно хорошая, плотная. Поэтому я и буду использовать его. И Морикей. Вы видите, что цвет совершенно не изменился. Как нанесли, таким он и остался. Поэтому на одну половинку лица я наношу Морикей без 6, а на другую половинку Диор цвет 0.30, Котюр Тоталь. Итак, на эту половинку я наношу Морикей. И другая половинка Диор. Итак, мой эксперимент с тональными основами завершён. На этой половинке лица тональная основа Морикей. На этой половинке Диор Котюр Тоталь. Что касается маскирующего эффекта, я думаю, что тональные защиты справились с ним на отлично. Но вот лифтинговый эффект и матовая ровная кожа лучше у Морикей. За счёт того, что текстура Котюр Тоталь маслянистая и рыхлая, на этой части лица лифтингового эффекта совершенно нет. Поры стали более крупными, такими ярко выраженными. Поэтому я делаю свой выбор в пользу защиты Морикей. И мой последний на сегодня тест – это отпечаток на салфетке. Я беру чистую салфетку, складываю её в две части и прикладываю к половинке лица. На этой стороне у меня Диор. Тщательно промакиваю. Смотрим. Другую чистую половинку я прикладываю к Морикей. И тоже тщательно промакиваю. Смотрим. Ну а для тех, кто не видит разницы, я предлагаю обратить внимание на разницу в цене. Как говорят художники, холст готов и просится краски. Так как я сегодня одета в пастельно-коричневых тонах, то для макияжа я выбрала соответствующие оттенки. В нашем бланке заказа есть в спецпредложениях губная помада, крем-карамель и карандаш для губ нежно-розовый. Их я сегодня и буду использовать. Как всегда, предварительно я нанесла карандаш-стик на губы и делаю тонкий ровный контур, стараясь скрыть асимметрию. После этого я беру губную помаду и буду наносить её на губы кончиком пальца, а не так, как обычно мы делаем, сразу непосредственно с тюбика. Я хочу создать эффект натуральных, чуть-чуть более ярких губ. Это позволит мне слегка увеличить объём губ визуально. После того, как я нанесла помаду на губы, я возьму ещё раз контурный карандаш и слегка более ярко, более чётко сделаю контур. Ну а теперь вы можете усилить цвет губной помады, нанеся ещё один слой по вашему желанию. Я этого делать сегодня не буду. Но в качестве румян я тоже буду использовать помаду крем-карамель. Точно так же я возьму небольшое количество на кончик пальца и нанесу на скулы, слегка растушёвывая от центра скулы к височку. Вот так. Макияж готов. Сегодня у меня летний девичник. У меня в гостях леди Мори Кей. И мы решили сегодня попробовать экзотические фрукты и коктейли. Барышни, хочу удивить вас своим алхимическим чудом. Посмотрите на этот графин. Как вам этот вид? Желаете этого зелёного напитка? Лимон. Мы выдавливаем в наш напиток. И посмотрите, что произойдёт. Вау! Ух ты! Он становится очень. Когда я его увидела, я вспомнила, что с 1 августа у нас появляются новинки, и среди которых есть крем-помада под названием «Розовый лёд». И я решила, что когда мы с вами соберёмся, я обязательно угощу вас напитком, который будет похож по цвету на помаду «Розовый лёд». Сегодня мы с вами пробуем не только напиток, но и экзотический коктейль, который компания представила нам с 1 августа. Это крем-помада. Мы с вами будем пробовать сегодня гуаву, агаву, грейпфрут и розовый лёд. Эта новинка обладает насыщенным цветом помады и шелковистой, лёгкой текстурой блеска. Продажи с 1 августа. Цена 140 гривен. Откроем вам один секрет. Ни одна леди-моряка не наносит блеск, помаду, либо крем-помаду на чистые губы. Сначала мы используем праймер для губ. Послушайте, из чего сделан праймер для губ. Масло семян красной малины, масло розы, фруктовый воск, соль эскорбиновой кислоты, ромашка, зелёный чай, кремнезюм, гинкобелоба и витамин Е. Я думаю, что ещё один экзотический коктейль, правда? В Моряке нам часто задают вопрос, а как правильно выбрать цвет губной помады? На самом деле губную помаду мы в основном всегда подбираем в тот цвет одежды. А выбирая одежду, мы руководствуемся главным правилом. Прикладывая её к нашему лицу, мы видим, идёт ли нам этот оттенок. И соответственно, по этому же правилу мы выбираем нашу губную помаду и макияж в целом. Одежду мы выбираем разную. Для, естественно, повседневного случая мы одеваем что-то одно, для делового, что-то другое, для вечернего трети. Соответственно, макияж и губная помада будут соответствовать нашей одежде, правильно? Отлично. Ну что, значит, сегодня мы подбираем помаду по цвету одежды. Я сегодня в чёрной одежде. Это нейтральный цвет, поэтому я могу себе позволить поэкспериментировать с любой помадой. Я выбрала розовый лёд. А я выбрала помаду, которая называется Грейпфрут. Она будет идеально сочетаться с макияжем глаз и с моим платьем. Я выбрала лёдовый оттенок помады, который называется Агава. Этот цвет максимально отобразит мой макияж и теплоту моих губ. Я сегодня буду пробовать помаду, которая называется Гуава. Она подчеркнёт сочность и нежность моих губ и придаст великолепное очарование моему дополнению к образу. Когда выбор помады завершён, следующий шаг – это подбор контурного карандаша. И мы сначала рисуем контур, а потом уже будем наносить губную помаду. У меня карандаш слива. Лена, у тебя? Я выбрала нежно-розовый. Он как раз участвует в предположении августа. И рады? Нейтральный карандаш. Очень подойдёт под мою помаду. Мариночка, а у тебя какой цвет под мою помаду подходит нежно-розовый? Он тоже как раз в предположении с 1 августа. Как правильно нарисовать контур на губах? Давайте посмотрим, как это делает Марина. Для достижения симметрии на губах мы рисуем сначала птичку на верхней губе, затем полочку на нижней и соединяем с уголками рта. Елена наносит на губы крем-помаду Агава. Это растение известно многим мужчинам по напитку текила, которая делается из её листьев. Нектар Агавы сочный и сладкий. Именно его оттенок и свойства воплотились в этой крем-помаде. А я специально к помаде Грифрут выбрала именно вот такой вот яркий карандаш. Потому что он усиливает цвет помады. И помада не будет растекаться до самого вечера благодаря нашим контурным карандашам. На моих губах помада Розовый лёд. Когда я её наносила, я заметила, что она приятно холодит губы. Это очень актуально в такую жару. Если Вы хотите, чтобы Ваша помада держалась долго на губах, необходимо наносить в два этапа. Вы наносите помаду, потом промокаете, так как это делаю сейчас я. Отлично. У губной помады всегда есть спутник. Это лад для ногтей. С 1 по 31 августа Вы можете приобрести специальное предложение «Летнее настроение». В него входит лак для ногтей «Коралл» и нежно-розовый. Карандаш для глаз с точилкой «Ультрамарин» и блеск для губ «Розовый атлас». В подарок Вы получите основу-защиту для лака. Крем-помаду можно по праву назвать ещё и бальзамом, потому что она основана на масле ши или карите. Масло богато на ненасыщенные жирные кислоты, защищает, заживляет, увлажняет и питает кожу губ. Ирина наносит губную помаду «Гуава». Супер. Ну вот так. Леди, ну а теперь искренне поделитесь впечатлениями. Помада легко наносится, приятно ложится и холодит губы. А мне понравилась текстура. Она очень мягкая. Ну, превосходный результат. Он сразу налицо. Цвет передаётся с первого раза, поэтому действительно великолепные губы. И в завершении о подарках августа. Если Вы будете делать заказ на две базовых единицы, то Вы получите в подарок комплект пробников новой системы для омоложения лица «Таймэйс Репэр», двух лет по использованию этой системы и сиреневую косметичку. Состав бонуса может меняться в течение месяца. Для тех консультантов, кто будет размещать заказ на пять базовых единиц, компания приготовила в подарок дорожный клач для хранения драгоценностей. Здесь удобно разместятся Ваши колечки, бриллиантовые шмели, цепочки и браслеты. Я с огромным удовольствием поздравляю Вас с новым семинарским годом. Годом юбилея компании «Мэрикэй». Хочу пожелать Вам новых бриллиантовых шмелей, новых клиентов, новых бизнес-партнеров и новых шагов на пути к Вашему розовому автомобилю от «Мэрикэй». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова